Всем привет! Друзья, в этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить 3 вида котлет без мяса. Котлетки по этому рецепту получаются сытными, питательными и очень вкусными. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таких рецептах. Обязательно ставьте лайки и не забываем подписаться на канал. Ну а теперь начнем готовить! Для начала нужно взять капусту и мелко ее нашинковать. У меня обычная белокочаная капуста. С капустой справилась, пересыпала в миску, пока ее отставляю. Займусь репчатым луком. Лук я заранее очистила, хорошенько помыла. Его нужно измельчить четверть кольцами. Измельченный лук добавляю к капусте. Осталась морковка. Ее нужно взять 500 грамм уже очищенной морковки. Морковку натираю к общей массе на крупной терке. С овощами справилась. К ним же добавляю сахар, приблизительно 1 чайную ложку соли. И все хорошенько разомну руками. Подготовленные овощи пересыпаю в кастрюлю. К овощам добавляю воду и всю эту массу отправляю на огонь. Буду доводить до кипения. Вода в овощах закипела. Сюда же добавляю подсолнечное рафинированное масло. Все хорошо перемешаю. Накрою кастрюлю крышкой и буду тушить на среднем огне, периодически помешивая, до того момента, пока овощи не станут мягкими. Прошло 40 минут. Овощи хорошенько протушились, стали мягенькими. Добавляю соль, перец черный молотый по вкусу и все хорошо перемешаю. Порциями добавляю манную крупу. И каждый раз хорошо перемешиваю, чтобы не образовались комочки. Манную крупу всю добавила. Протушу эту массу еще 10 минут на среднем огне. Периодически буду ее помешивать. Масса для котлет готова. Я ее пересыпала в миску. Отставляю ее, чтобы она остыла, но была еще немножко тепленькой. Масса для котлет немножко остыла. Она еще такая вот тепленькая. Будем формировать котлеты. Для того, чтобы легче было формировать котлеты, руки немножко нужно смочить в воде. Вода обычная, холодная. Берем небольшое количество овощного фарша и формируем котлетку. Обычным образом, как вы это делаете. Вот такая получилась красивая, ровненькая котлетка. Каждую котлетку нужно запанировать в сухарях. Готовую котлетку выкладываю на дощечку, которую присыпала панировочными сухарями. И таким вот образом я сформирую все котлеты. Котлетки все сформировала. Буду обжаривать их на хорошо разогретой сковороде, на подсолнечном рафинированном масле, на среднем огне до золотистой румяной корочки. Котлеты с одной стороны обжарила, переворачиваю их и точно так же обжариваю с другой стороны. По необходимости можно добавить еще подсолнечного рафинированного масла. Котлеты уже обжарились. Выкладываю их на блюдо, которое застелило бумажным полотенцем, для того, чтобы убрать лишнее масло. Капустно-морковные котлеты готовы! Они получились красивые, очень вкусные и очень нежные. Из указанных ингредиентов у меня получилось 11 чудесных котлет. А самое главное, эти котлетки готовятся легко, просто из доступных ингредиентов. Я вам сейчас покажу, какие котлетки получились в разрезе. Они получились, видите, такие очень мягенькие, примягенькие, нежненькие. Сейчас я вам разрежу, вы посмотрите, смотрите, как они очень нежно и легко режутся, эти котлетки. Внутри вкусная, сочная, такая вот овощная начинка или такой, можно сказать, овощной фарш. Посмотрите, какие они получились сочные и мягенькие. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите! Для начала, морковку я отварила до готовности, очистила от кожуры. Морковку нужно натереть на мелкой терке. К натертой морковке добавляю соль, перец черный молотый. Это вы добавляете по своему вкусу. Добавляю манку и все перемешиваю. Полученную массу оставляю при комнатной температуре на 15 минут. Репчатый лук нужно мелко нарезать. Лук нужно обжарить на небольшом количестве растительного масла до легкого золотистого цвета. К морковной массе добавляю обжаренный лук и все перемешиваю. Берем небольшое количество подготовленной массы и самым обычным способом формируем котлетки. Буду жарить котлеты. На сковороду я налила небольшое количество растительного масла. Масло у меня уже разогрелось. Берем котлетку. И каждую котлету нужно хорошенько обвалять в панировочных сухарях. И котлетку выкладываю на сковороду. Котлеты буду обжаривать на среднем огне с двух сторон до легкого золотистого цвета. Первая партия котлет готова. Они у меня подрумянились с двух сторон. Готовые котлеты я буду выкладывать на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И таким вот образом я обжарю все остальные котлеты. Морковные котлеты готовы! Вот так вот, легко, просто и быстро можно приготовить красивые, яркие и изумительно вкусные котлеты. Котлеты получаются мягкими, нежными, сочными. И эти котлеты очень полезные. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления котлет и вы их приготовите! Для начала я взяла кастрюлю, налила в нее воду, приблизительно 3 литра. Теперь кастрюлю с водой отправляю на огонь. Воду нужно закипятить. Подготовлю цветную капусту. Я ее хорошенько помыла под холодной проточной водой. Ее теперь нужно разделить на соцветия. С капустой справилась, пока я ее отставляю. А сейчас подготовлю остальные овощи. Чеснок нужно раздавить ножом. Лук нарезать на среднее по размеру четверть кольца. Морковку натереть на крупной терке. Остался укроп. Его нужно мелко нарезать. Пока я подготавливала овощи и зелень, вода уже закипела. Ее нужно немножко подсолить. И в подсоленную кипящую воду отправляю цветную капусту. И с момента закипания проварю ее 5 минут. А теперь я взяла сковородку, поставила ее на плиту. Налила немного подсолнечного рафинированного масла. Масло уже хорошенько разогрелось. И в сковородку отправляю чеснок. Обжарю его в течение 30 секунд. К обжаренному чесноку отправляю лук. И буду жарить, пока лук не станет мягким и полупрозрачным. Лучок уже обжарила. Главное его сильно не зажаривать. К луку отправляю морковку и буду жарить до того момента, пока морковка станет мягенькой. К обжаренным овощам высыпаю укроп и все обжарю в течение 30 секунд. Поджарка готова. Я ее уже сняла с огня. Капуста также уже сварилась. Не нужно, чтобы она была сильно мягкой. Достаю капусту из воды. Поджарка с цветной капустой немножко остыли. Теперь все это нужно пропустить через мясорубку. В подготовленный фарш добавляю яйца, соль, перец черный молотый по вкусу. И все хорошо перемешиваю. Добавляю муку и снова все перемешаю. Фарш готов. Теперь самым обычным способом буду формировать котлетки. Берем небольшое количество фарша и формируем из него котлетку. Готовые котлетки буду выкладывать на дощечку, которую присыпала панировочными сухарями. И таким вот образом я сформирую все котлеты. Котлеты все сформировала. Буду обжаривать их на сковороде на подсолнечном рафинированном масле. Беру одну котлетку и ее нужно запанировать полностью в панировочных сухарях. Выкладываю котлетку на сковороду. Буду обжаривать с двух сторон до золотистого цвета. Главное жарить на среднем огне. Первую партию котлет уже обжарила. Вот такие они получились красивые, золотистые. Готовые котлетки выкладываю на дощечку, которую застелила бумажным полотенцем. И таким вот образом я обжарю все котлеты. Котлеты из цветной капусты готовы. Из указанных ингредиентов у меня получилось 23 котлетки. Конечно же количество зависит от того, какие по размеру вы будете формировать котлеты. Их очень вкусно подавать со сметанкой или с любым соусом на ваш вкус. Сейчас попробую и скажу, какие они получились на вкус. Вот такие получились красивые. Посмотрите, насколько они получились мягенькими. Невероятно нежные. Очень сочные. И очень вкусные. Вот такие они получились внутри. А я надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok